МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестанском районе посетил вице-премьер правительства республики. Не забыть о важном. Для постящихся муфтиятом республики разработан ежедневник Рамадана. В погоне за камнем. Так называется полнометражный дагестанский фильм, который совсем скоро выйдет на больших экранах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городская интеллектуальная транспортная система работает с перебоями, чем и объясняется большое количество пробок на дорогах Махачкалы. Перебои с электроэнергией, скачки напряжения, аппаратура очень чувствительная, соответственно, она реагирует, иногда сгорает. В общем, такие проблемы у нас возникают. Как выяснилось, проблема связана с частыми отключениями электричества, которые приводят к сбоям в работе оборудования. Именно так объяснили ситуацию Резвану Газимагомедову в Центре управления города. Исполняющий обязанности градоначальника накануне посетил ЦУК для детального ознакомления с ситуацией. Градоначальнику в режиме реального времени показали на карте, в какой локации зафиксирована проблема, уровень ее важности и степень устранения. Газимагомедов также поинтересовался у специалистов качеством взаимодействия между городскими службами и указал на необходимость усиления этой работы. Процентов 15-20 объектов не работает. Это и светофорный объект не работает, не работают датчики движения, которые везде там установлены. И поэтому информация сюда не поступает, это раз. Второй момент, по трафику, который идет и по загруженности улиц, и прохождению времени, мы видим, что лучше, к сожалению, пока еще не стало. На это, конечно, урбаникс отвечает, что это когда будет возможность для зеленой волны, когда можно будет спокойно продвигаться по светофорным комплексам, не тормозить лишний раз, тогда она будет работать. Но у нас сейчас претензии мы им выставили, чтобы они приехали. У них есть гарантийное обязательство. Мы сейчас, они говорят, в течение года, с момента начала эксплуатации, сейчас будем с ними разбираться. Надо, чтобы все, во-первых, комплексы заработали, это раз. Во-вторых, чтобы система, которая интеллектуальная транспорт, система, вместе с СОДД нашим работала. И плюс еще у нас ЦУК. Надо связать их вместе, центр управления городом. Начальство на месте, а работников нет. Такой конфуз случился во время неожиданного приезда вице-премьера республики в реабилитационный центр села Уркараха до Хадаевского района. К началу рабочего дня из 34 сотрудников на рабочем месте находилось только 6 человек. А почему нету людей на работу? В режиме. Сейчас подряд. В 8 метров. Сейчас мы там встали. Сколько это будет сейчас на работу живой? Сейчас около 17. А где я? Сейчас подряд. Как я думаю. Как оказалось, отдельные сотрудники подведомственного Минтрудоучреждения совмещают работу с иной трудовой деятельностью, что крайне негативно сказывается на работе. Во-первых, отсутствие качественного питания подопечных. При проверке склада были обнаружены продукты, срок годности которых истек еще в 2022 году. В ходе инспекции были выявлены также многочисленные нарушения в кадровой и финансово-хозяйственной деятельности центра. Ситуацию вице-премьер взял под личный контроль. Каждый день мы готовим свежее блюдо. Подожди, когда я вас просил, вы начали говорить, что вы сейчас готовите вашу кадр? Да, но сейчас они придут. Если придут, сказала же я, когда они подойдут. Если придут? А если не придут? Ну, если не придут, обеду обязательно не придут. А в комедии готовим, полдник даем и ужин. Да. Обедом. А утром и всегда? Не всегда, потому что когда есть... И школу ходят, и после школы приходят. Вот такая ситуация. Вы покажите, вот в 8.30, 9.30 висит объявление, что завтра. Уже 10 минут десятого. Продуктов даже нет здесь. Ежедневник Рамадана. Календарь для опастящихся. Разработал отдел просвещения совместно с отделом науки Примуфтиятия Республики Дагестан. Он создан для того, чтобы облегчить верующим выполнение богоугодных дел в священный месяц. Для тех, кто будет примерно следовать задачам, указанным в планере, организаторы подготовят розыгрыш трех путевок на малый хадж Умра и другие ценные призы. Месяц Рамадан приближается. Многие спрашивают, чем бы себя лучше занять, какое богоугодное дело совершать в преддверии этого месяца и период его наступления. Поэтому появилась такая идея создать такой легкий планер, который был бы для нас помощником, руководством легким таким в этот месяц Рамадан. И он рассчитан на всех, скажем так, жителей, на студентов, на самых занятых даже, поскольку очень легко совершать те богоугодные дела, которые здесь расписаны. Для чего? Для того, чтобы в месяц Рамадан мы постарались стать лучшим, поскольку этот месяц один только в году, месяц милости Всевышнего Аллаха, в котором увеличивается многократно воздаяние за наши благие деяния. Несколько раз собирались мы по поводу того, чтобы обсудить содержание данного планинга и в конце остановились на том, что хорошо было бы на каждой странице, к меру, привести какой-нибудь хадис, наставление, хадис, аят, который касается основ мусульманской религии и в частности повествующий о достоинстве месяца рамадан, о посте и так далее. И к другим темам. Второй полнометражный дагестанский фильм от создателей сценария для Голливуда покажут на больших экранах. Увлекательный блокбастер «В погоне за камнем» выходит в прокат уже с 16 марта во всех кинотеатрах республики. Производством фильма занимается студия 136 при поддержке телеканала ННТ. О кинопроекте и о том, какие работы стоит ждать, расскажет Патимат Ханапова. В погоне за камнем блокбастера трех друзях, решивших сорвать куш, случайно узнав о предстоящей ювелирной выставке. Сколько стоит любовь, дружба, верность и как далеко можно зайти ради своей цели, на эти вопросы предстоит ответить каждому из героев. «Для того, чтобы обрести истинное счастье, необходимо открыть какую-то новую часть себя». «Что это было?» «Ту часть, которая иногда отпускает нас на самое дно, а иногда возносит нас на Олимп». Это второй полнометражный фильм, снятый дагестанской киностудией 136. Первая картина сценарий для Голливуда приобрел большую популярность, подвинул по кассовым сборам в кинотеатрах республики даже голливудские фильмы. «На волне успеха первого фильма мы принялись сразу снимать второй. Качество картинки люди смогут оценить, прям абсолютно киношное. Мы поработали над звуком. И самое главное, это экспериментальное кино, которое дагестанцы смогут оценить и посмотреть, получается ли у нас снимать не совсем дагестанского формата фильмы. Что из этого получится, уже завтра люди узнают, потому что завтра стартует фильм в кинотеатрах «Мерката», «Синема Холл» и Каспийские кинотеатры «Москва». На подходе и третья кинокартина «Немножко женат». Название интригующее, и многим может показаться, что фильм про семейную жизнь и бытовые проблемы. Но не все так просто. Суть кинокартины намного глубже, а если точнее, про столкновение двух миров – города и села. Почему такое название, я думаю, при просмотре фильма уже в конце узнаете. Несмотря на то, что фильм называется «Немножко женат», этот фильм больше про дружбу, фильм комедийного жанра. Комедия там, не утрированный юмор, как у нас обычно мы в Дагестане снимаем. Можно сказать, на мой взгляд, это первая дагестанская комедия, первая дагестанская комедия с ситуативным юмором. Главные актеры отмечают свое сходство с героями кинокартины. Они тоже выросли в селе, переехали в город и проходили адаптацию. А вы сами выросли в городе, в селе? Нет, в селе, не чаю-ка. Самое бомбовое село. То есть, вот когда вы оттуда переехали в Махачкало, у вас происходили те же самые события? Да, в 16-м году я перешел тренироваться сюда. И вот, можно сказать, даже нормально на русском языке не разговаривал. Очень тяжело было. Но сейчас нормально. Сейчас читает книги, развивается. Приспособились. Мне тяжело говорить, я не могу из образа выходить, понимаете, на съемочной площадке профессионал все-таки. Но главное, что Хайбула может сыграть в основное все. В главной роли известный блогер-миллионник Хайбула Хайбулаев. Принимал участие в предыдущих картинах. Я-то вырос в городе, но я могу отыграть. В целом, получается, и по блогерству тоже такая стезянь много. Да, многие думают, что действительно какой-то больной человек. Но на самом деле все не так, это все игра. В студии 136 возможный карьерный рост. Те, кто участвовал в массовке в первом фильме, уже получили главные роли. Мы в селе грузим тюки. Я грузил, у нас работы не было. Ко мне позвонил братишка и сказал, типа, вот такая роль есть в массовке. Если хотите, можно, короче, туда прийти. Я пришел, ну, получилось. Фильм обещают удивить и музыкальным сопровождением. Звукорежиссер совместил несовместимые, а именно самобытные народные мотивы с популярными сейчас современными треками. Хочу отметить крутое техзадание, которое поступило от нашего режиссера. Это наше, получается, этническое кино. Мы не хотим сильно отклоняться на запад, имитировать запад Голливуд. Поэтому звуковое сопровождение будет уникальным. Техзадание состояло в том, чтобы совместить нашу музыку традиционную с западной. Потому что на нас все-таки оно какое-то влияние имеет. И связь с ней у нас есть, и нам она нравится. Поэтому это будет потрясающе. Не будет звукового сопровождения где-то заимствовано. Все будет оригинально. На данный момент мы совместили пандур и современный хип-хоп. Кумуз совместили. Третий фильм киностудии «136» выйдет летом этого года. Но в ближайшие дни, а именно 16 марта, вы можете занять себя просмотром второй кинокартины. В погоне за камнем. По теме Тханапова, Саид Шагидов, Новости ННТ, Махачкала. Новый автомобиль за преданность делу. Такой щедрый подарок достался пяти сотрудникам швейцарского бренда, которые стали обладателями собственных машин. Крупная мультибрендовая торговая сеть отметила свое 30-летие на рынке России. Подробнее о празднике, прошедшем в Махачкале, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Ей слово. Танцы, аплодисменты и положительные эмоции – все это было организовано для целеустремленных и активных сотрудников компании «Цептер Интернациональ». Компании, которую многие характеризуют как символ красоты, качества, престижа и роскоши. Ежегодно бренд вручает новые автомобили своим лучшим менеджерам. В этом году пять жительниц республики стали обладательницами Рено. В компании «Цептер» я уже с 16-го года водить, учусь. Конечно, были эмоции, не передать. Спасибо большое моему наставнику Аминат, моему директору Елене. Огромное спасибо за такие знания. Когда первую машину я получала, там, конечно, было эмоции моря. Там это было по лотереи, не по автопрограмме. Это было просто неожиданно. Здесь, конечно, я уже знала, что я получу машину, и шла к этому. Уже цель у меня была получить очередную машину, так как я уже ту отработала, и уже она была продана. А я без машины работать в «Цептере» невозможно. Это надо работать с клиентами, ездить, а именно на «Цептер машине» работать – это одно удовольствие. Для того, чтобы сесть за руль собственной машины, необходимо выполнить определенные условия автомобильной программы, отмечает исполнительный директор по продажам и маркетингу ростовского филиала «Цептер Интернациональ». Чтобы стать участником этой программы, нужно всего-навсего иметь желание работать в компании «Цептер», иметь потенциал, набирать группу единомышленников, работать активно, развивать группу, набирать обороты. И каждый человек, каждый, кто хочет стать сотрудником нашей компании, имеет такую возможность. Сегодня это неограниченные возможности в заработке, неограниченные возможности в получении подарков, привилегий. Сотрудник, который включается в автомобильную программу, ежемесячно должен выполнять определенную квоту оборота, очень даже небольшую, и должен привлекать к себе сотрудников, которые тоже делают обороты. Это 2000 лично и 5000 оборот сотрудников, условных единиц, денежных. Это в течение трех месяцев. И вы получаете такую прекрасную машину. Возможность выигрывать ценные подарки в честь 30-летнего юбилея компании появилась не только у сотрудников. Это у нас такая возможность, опять же, повторюсь, в честь 30-летия компании – это стать бизнес-партнером. Бизнес-партнер – это сотрудник или просто клиент, или просто человек, который хочет знать о компании, знать, что она делает, как она работает. Он становится бизнес-партнером в мобильном приложении, мы делаем приглашение клиенту, он принимает это приглашение и становится нашим бизнес-партнером. И для этих бизнес-партнеров у нас происходит сейчас лотерея. Каждый месяц мы разыгрываем 30 призов в честь 30-летия компании. И генеральный приз будет в конце года, по течение года, все те, кто станут нашими бизнес-партнерами, они ничего даже не приобретают. Это основной момент. Человек не приобретает ничего, он только регистрируется на нашей платформе, и он становится участником лотереи. И может выиграть тоже автомобиль такой же и, безусловно, три месяца им пользоваться, а потом уже начинать работать и развивать свою структуру. На девяти собственных заводах в Германии, Италии и Швейцарии Цептор производит брендированные очистители воздуха и воды, очки, лечебный текстиль и омолаживающую косметику. Но самой узнаваемой продукцией швейцарской компании по-прежнему является посуда и техника для кухни. Жарить без масла и варить без воды можно. В этом дагестанские хозяйки убедились в ходе презентации и мастер-класса. Жарить без масла, сохранять при этом все питательные и полезные вещества, готовить быстро, легко, вкусно и полезно одновременно. Я буду использовать индукционные плиты. Лучшие менеджеры компании также были отмечены дипломами, получили цветы и подарки. А главным украшением праздника стал юбилейный торт компании Цептор Интернациональ. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ Махачкала. И о спорте. Усман Нурмагомедов занял пятое место в списке лучших бойцов Лиги Беллатр вне зависимости от весовых категорий. В обновленном рейтинге чемпион Лиги в легком дивизионе поднялся на две строчки. Его рекорд насчитывает 17 побед при нуле в графе поражений. Напомним, что свой крайний бой Усман Нурмагомедов провел 11 марта, где удушающим приемом одолел Бенсона Хендерсона. Другой дагестанец, победивший в этот вечер, Халид Муртазалиев, вошел в топ-10 рейтинга в среднем весе. Смотрите нас также на нашем канале в Телеграм. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин